В сегодняшний воскресный день Святая Церковь предложила нам отрывок из Евангелия, когда Христос после своего преславного преображения вместе с учениками возвращается снова к народу, то к нему приступает один несчастный отец, который молит Иисуса Христа об исцелении Его бесноватого Сына. Он обращается ко Христу именно с последней просьбой. «Господи, исцели Сына Моего, потому что Он зле беснуется». Это происходит, как сказал этот несчастный отец, особенно в Новолунии. «Ибо Он тогда бросается в огонь и бросается в воду. Я приводил Его к Твоим ученикам, и они не могли исцелить Его». И вот Христос говорит удивительные слова. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите Его ко Мне». И приводят этого несчастного юношу ко Христу, и Он исцеляет Его от беснования, и Он становится здоровым. А потом уже ученики спрашивают Иисуса Христа, почему мы не могли исцелить этого юношу. И Христос, как раз-таки указывая на причины Его болезни, указывает и на средства. Род сей, лукавый, дьявольский, бесовский, не изгоняется только молитвою и постом. И вот сегодняшняя Евангелие заставляет нас задуматься о нескольких очень важных вещах. Первое. «О, род неверный и развращенный». Почему так говорит Христос? Вот причина беснований, вот причина страшных событий в обществе людей. Неверие и развращение. Христос как бы укоряет окружающих во учеников, потому что Он уже дал им власть изгонять бесов, исцелять всяк недуг по вере своей. Но они не пользовались этим даром, они думали, что все-таки они не могут еще делать то, что делает их учитель. Христос обращает эти слова, обращает их ко всем нам. Если мы развращены, если у нас помыслы о наслаждениях и отсутствии молитвы, и узнавании, и углублении в словесах Господних, словесах чистых, евангельских, то и нас касаются эти слова. О, род неверный и развращенный. Христос как врач, который ходит среди больных и дает им целебное средство, раскладывая каждому рядом с его болезненным адром, а больные его не принимают. Он раскладывает вновь и просит, принимайте это лекарственное средство, и вы выздоровеете, вы будете здоровы. Но люди забывают, или не хотят, или не принимают. И вот тогда врач в любой поликлинике скажет, ну что же вы так нерадивые? Вы же можете выздороветь, если будете исполнять все рекомендации врача, но вы их не выполняете. А что же вы тогда ропщите, что вы до сих пор на отре болезни? Вот как бы можно понять эти слова Христа? О, род неверный, маловерующий, маломолящийся, мало обращающийся к Богу по любому поводу в своей жизни. И развращенный. Вот почему и юноша, который был приведен ко Христу, учит нас, родителей и взрослых, очень важному уроку, он беснуется. Сколько сегодня бесноватых детей. Да-да, сколько сегодня бесноватых уже подростков, юношей. И все это происходит от того, что они видят нас, взрослых, которые думают о прибыли, о хорошей жизни, о удобной мебели, о комфортном пребывании дома. И они заражаются этим духом мира, они не слышат в наших разговорах беседы о небе, о Боге, о Царстве Божьем, о искреннем служении Отечеству. В каких семьях говорят о том, что нужно хранить чистоту сердца, сынок, что нужно хранить чистоту души. И это главное в твоем спасении. Как правило, уже дети смотрят на окружающий мир глазами родителей. Где заработать, где пойти, где приобрести, где насладиться, где вкуснее, где удобнее, где комфортнее. А что же мы удивляемся, что тогда дух уныния, дух раздражительности, дух агрессии, а порой и дух смерти рядом с ним. Я хочу привести вам буквально несколько цифр. За 2021 год, по свидетельству российского омбудсмена, это специальный в России есть некий ответственный за работу с детьми и подростками по правам ребенка. Есть такая статистика. 7 тысяч 563 попытки суицидов в 2021 году у подростков. Вы слышите? 7 тысяч попыток. 362 из них повторных. То есть, уже попробовал, мама остановила, там поймали в комнате. Он второй раз или вены режет, или выбрасывается из окна. Смотрите, какая параллель. Несчастный отец подходит ко Христу и говорит, он бросается то в огонь, то в воду. То есть, вот где ему найти? Не было таких высоток, не было 13-этажных домов. Наши дети сегодня поднимаются наверх своих домов и выбрасываются. Они бросаются вниз, бросаются то в огонь, то в воду. Утопятся и заканчивают жизнь самоубийством. Мало того, сегодня, дорогие братья и сестры, это настолько уже становится популярным, что это статистика только 2021 года. Я скажу, что на 37% выросли попытки суицидов по сравнению с 2020 годом. А теперь статистика Следственного комитета. Внимание! 362 ребенка закончили эти страшные попытки суицида и погибли. Сейчас очень много об этом говорят. У нас в районе, у нас в городе уже такие новости. То вдвоем, то по одиночке сбросились. У нас в юбилейном районе сбросилась девушка. С 13 этажа ко мне продошла женщина со слезами, она не может теперь спать. Эта девушка упала на ее площадку, на ее балкон. Она живет на втором этаже, и она все это видела. Она сбежала к ней. Она еще разговаривала с ней. Вы представляете, упасть с 13 этажа, удариться о кровлю балкона, атомортизировать, упасть и еще пытаться подняться. Приехала даже МЧС, скорая забрала этого ребенка. Ну вот, что она мне открыла, а я поблагодарил ее, благодарю вас, потому что никто не слышал того, что слышали вы. Она сказала, что вот когда она говорила с этой девушкой, как-то пыталась помочь, вызвала скорую, она говорит, она мне в ответ, я сделала. Я должна была это сделать сегодня, 13 числа, прыгнуть с 13 этажа. Что происходит в семьях таких детей? Где свет веры? Где церковь? Где Евангелие? Где любовь? Сколько вопросов подобного рода случаев обращены именно к нам, взрослым? Почему мы проходим мимо этих страшных, трагических случаев, дорогие братья и сестры? Вот поэтому каждый из нас должен сегодня особенно задуматься о том, каким примером являемся мы с вами. Как мы открываем нашим детям мир веры? И живут ли они в этом мире или отступают от него? Мне хотелось бы, дорогие, напомнить вам, что сказал нам Христос. Я свет миру. И кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Христос говорит, Я путь и истина, и жизнь. Идите за Мною. Если за Христом пойдут родители, если они будут молиться за своих детей, если они будут рассказывать детям о мире веры, о мире загробном, о мире вечности, то, поверьте, у ребенка, у детей, возрастая, будут совсем другие цели и задачи. У ребенка будет цель в жизни. Не просто приобрести, поесть, одеться, комфортно, жить или симпатично выглядеть, а спасать свою душу. Потому что она самое главное в человеке. Бессмертная душа, данная Богом. Вот если мы об этом не говорим со своими детьми, они теряют смысл жизни, они видят вокруг происходящее событие, попадают в огромное количество проблем. Я был буквально потрясен случаем, который не могу не рассказать. Девушка, доведенная друзьями, А я попрошу вас, дорогие, особенно посмотрите, с кем дружат ваши дети. Поговорите доверительно. Вот придете сегодня из храма и поспрашивайте у своих детей, а кто у тебя в друзьях? Потому что, по свидетельству специалистов, четверть друзей у детей и подростков сегодня взрослые люди. И не могу не вспомнить впечатление одной девочки. Когда мама что-то заставила ее сделать по кухне, она сказала, мама, дядя из интернета меня любит больше, чем ты. Вы можете себе представить, что там творится? И мы не спрашиваем. Ну, у них там есть телефончик, смартфончик. Пусть он там, у него друзья свои, да, там есть знакомые, одноклассники. Но посмотрите, что за друзья. И вот девочка успешная, очень хорошо училась, отличница. И доведенная до состояния суицидального. Друзьями. Когда выложили в Следственный комитет переписку в ее телефоне, они подталкивали друзья, ну, решайся, ну, давай, 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 прыгай, прыгай. Прямо переписка, давай. И вот она вроде еще страшно подойдет к окну, поставила камеру и записывала в прямом эфире. Вот представьте, поставила она там на стоечку и снимает. Вот она села уже ногами туда, с высокого этажа высотного дома, из своей комнаты, из своей комнаты, в высоком доме, ногами уже сидит туда. И ребенок посмотрел назад. Вот это последние секунды жизни. Подростка, отличница, девочки хорошей, познакомившаяся с друзьями в интернете. Туда-обратно, туда страшно. Поворачивается. А там давай, давай, смелей. Ну, давай же. И она. И штора такая. И тишина. Штора колышется, а отличницы нет на подоконнике. И какое-то мгновение камера-то пишет. Мать подбегает. Крик не передать. Вот туда подбегает отец. Смотрит. Крик не передать. Это и стон, и крик, и боль. Это все снимается. Все снимается. Все сегодня выкладывается. А батюшки присылают. Батюшка, ну скажите же, что делается в этом мире? Во что наших детей превращают? Они бросаются. Не было высотных домов. То в огонь, то в воду. А наши сегодня из высоток бросаются. Потому что бесноватые. Потому что Бога нет в душе. Потому что на причастие мы с маленьких лет не водили. Потому что о Христе спасители не рассказывали. Потому что свет Христов не воссиял в сердцах наших детей. Вот она причина сегодняшних переживаний и проблем. И, конечно, дьявол сегодня особенно активизировал свою работу в социальных сетях. От чего мне хотелось бы вас, дорогие, предупредить. Вот почему каждый из нас, пусть к себе сегодня, услышит эти слова и их обротит. О, род неверный и развращенный. Доколе буду с вами. Доколе буду терпеть вас. Вот сколько раз нам уже раскладывать это лекарство. Лекарство веры, надежды, любви, которое исцеляет любого человека в любом возрасте. Но если мы его не принимаем, то что ж мы удивляемся, что болеем и страдают наши дети. По нашим с вами грехам. Поэтому, дорогие братья и сестры, берегите своих детей. Почаще общайтесь с ними. У вас много своих работ, забот. Вы устаете, приходите домой, вам не до них. Хорошо, что они там уже спокойно, дома, в телефоне. Вроде дома. Но это вроде очень опасное. Постарайтесь уделять им больше внимания. Больше любви. Больше доброты. Что-то читать. Вместе ходить, гулять, отдыхать. Находите в себе силы, даже если их уже не остается у вас. Ради спасения своих детей, а у кого есть внуков. Надо стать членом церкви и со собою привести своих детишек. Вот тогда мы их не потеряем. Мы тогда не потеряем детей, когда приведем их ко Христу, победителю смерти и истинному источнику света, надежды, любви и добра. Без этого уже ничего у нас с вами в этом мире не остается, дорогие мои. А поэтому я, завершая, еще раз хочу, поздравляю вас с праздником преображения Господня, напомнить о важности преображения каждого из нас. То есть не останавливаться на достигнутом, ибо остановка в духовной жизни – это уже движение назад, как говорил святитель Феофан Затворник. Помоги нам, Господи, дорогие братья и сестры, пройти свой путь так, чтобы не было мучительно больно, как тем родителям, которые всю душу вложили в образование, в знание языков, в комфорт в квартире, в прекрасные современные модные одежды, кроссовки и все остальное, но не вложили самое главное, что за порогом этой временной жизни встреча со Христом, а не со смертью. Вот дай Бог, чтобы каждый из нас в сегодняшний воскресный день вынес самую главную мысль, что Христос – это жизнь, Христос – это путь, Христос – это истина. Если научим вере во Христа, значит, откроем детям истину. Научим вере во Христа, укажем детям верный путь, научим детей и взрослых веровать во Христа, научим их правильно жить. Храни всех вас Христос и Пресвятая Богородица. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...